Коллеги, давайте продолжим. Нам нужно с вами обсудить теперь под физиологию ожоговой травмы. Давайте посмотрим. Ну, к ожоговой травме относятся ожоги термические, ожоги химические, ожоги лучевые. Воздействия разные, поэтому я хочу здесь сделать акцент. Вот когда мы говорим, скажем, об оценке площади поражения, об оценке, ну, там, индекс Франко, например, рассчитываем, да, там речь идет о термических ожогах. Там не говорится о ожогах химических, а ожогах лучевых. Ну, я приведу простой пример. Кто из нас не засыпал, особенно после дежурства суточного на пляже, если летом, после, скажем, субботнего дежурства, воскресенье хочется съездить куда-нибудь на пляж, к морю, к воде, да, и можно сгореть, ну, процентов на 70. Ну, это шокогенное поражение теоретически. Ну, это лучевой ожог солнечными лучами, он не несет за собой такой тяжести и такой угрозы шокогенной. Поэтому речь идет о термических ожогах, ожогах пламенем, горячей водой, газовыми струями и так далее. Ну, вот это известное высказывание одного из мэтров нашей компостеологии, Ариева. Ну, да, действительно, мы легче переносим охлаждение, хотя холодовая травма отдельная тема, очень интересная. Да, и действительно, повышение температуры на несколько градусов, понижение мы еще вполне можем перенести, хотя чувствуем себя некомфортно повышение, действительно, становится крайне тяжелым. А после 55 градусов вообще, в принципе, начинается денатурация белка, а это уже необратимое повреждение. То есть, если я остудил, допустим, кисть руки на морозе до температуры 25 градусов, именно кисть, не весь организм, не тотально, то я ее отогрею. Вот, это минус 10 градусов, да, но если у меня 37 разогрело до 47, это уже может быть какое-то нарушение серьезное. Значит, так, ожоговая болезнь. Важный момент, да, мы говорим не об ожогах как локальном повреждении, мы говорим о ожоговой болезни как о типовом патологическом процессе, который имеет определенную этапность течения, да, который характеризуется определенными стадиями и который течет достаточно закономерно после термической травмы. Поэтому мы должны четко понимать, да, есть ожог, да, действительно, кто из нас в этой жизни не обжигался, а есть ожоговая болезнь. Ну и вот смотрите, да, ожоговый шок – это первая реакция, и мы сейчас поговорим про шок и про его особенности. Ожоговый шок развивается первые двое-трою суток после получения термической травмы. Развивается, кстати, не мгновенно, развивается тоже относительно постепенно, в чем особенность ожогового шока. Потом вот эта большая площадь резорбции обеспечивает токсимию, но это еще токсимия, которую мы раньше бы назвали эндотоксикозом, да, то есть это продукты распада собственных тканей, резорбция этих продуктов и токсические эффекты, но не только продукты распада. Здесь и системные воспалительные реакции, здесь и медиаторы воспаления, которые выделяются в ответ на термическую травму. Все это входит в патогенез развития стадии, которую мы называем токсимией. Далее присоединяется бактериальная инфекция, и уже бактерии, уже какая-то, значит, микробная флора, которая может поразить эти ожоговые поверхности, дает свой фактор тоже токсикоза, но это уже, соответственно, бактериальный токсикоз, это септикотоксимия, и это возможность развития ожогового сепсиса, который, да, таки тоже сепсис, но имеет свои характерные особенности. Ну и потом, если все обошлось, то наступает реконвалисценция. Мы не будем, естественно, обсуждать этот этап реконвалисценции. О нем много скажут комбустеологи на своих каких-то, значит, форумах, потому что много проблем остается хирургам, да, после того, как мы спасли жизнь, после того, как мы стабилизировали состояние пациента. Много, значит, например, пластической хирургии, да, ожоги области суставов, ожоги лица. Это все требует каких-то реконструктивных мероприятий, но это уже в стадии реконвалисценции. Смотрите. Современное представление – это известная статья, которую любят цитировать из немецкого журнала, да, внутренней медицины, обзор хороший, вот эти варианты классификации шока. Все-таки мы пришли к нормальной подфизиологической классификации шока. Он бывает гиповолимический, дистрибутивный, вот, дистрибутивный, он же раньше назывался вазогенным, да, кардиогенный, понятно, и обструктивный. Все примеры понятны, они все на этом вот слайде представлены, я не буду на них остановиться, я хочу сказать. Конечно же, если мы будем классифицировать ожоговый шок, мы его отнесем к первой категории – гиповолимическому шоку. Ну, гиповолимический шок, в первую очередь, это кровопотеря острая, и геморрагический шок, травматический шок. В значительной степени представлен гиповолимий, хотя там работают и другие факторы. Здесь тоже многофакторность присутствует, но все-таки ведущим фактором является гиповолимия. Однако же, да, что такое шок? Определение шока. Очень интересно. Есть хорошие публикации, где пишут, видите, да, здесь definition, определение, но оно не определение шока вообще, а это определение различных типов шока. И вот для каждого типа шока отдать определение, оказывается, не так уж и сложно. А вот дать определение, что такое шок вообще, оказалось очень большой проблемой, если мы посмотрим литературу, посвященную шоку. Ну, мы для себя можем, как бы, принять по умолчанию, да, что шок – это острая генерализованная циркуляторная недостаточность. Вот, почему-то это определение, оно, вот, как-то вот его обходит, не знаю почему. Хотя очевидно, да, что это сосудистая катастрофа, и она генерализована, и она острая. Острая генерализованная циркуляторная недостаточность. Вот вам, наверное, то, что мы понимаем, когда говорим слово «шок». Вот, ну и смотрите, вот определение гиповолимического шока, неадекватной органной перфузии вызваны потери внутрисосудистой объема, и, как правило, это острое состояние. Ну, мы помним, что шок может быть компенсированный и декомпенсированный, и компенсация шока достигается за счет, если это гиповолимический шок, то компенсация шока достигается за счет вазоконстрикции, за счет повышения общего периферического сосудистого сопротивления. На что работает у нас адреналин, норадреналин, то есть катехоламины, на что работает у нас в известном смысле аргинин, вазопресин, антибиотический гормон, глюкокортикостероиды немножко этому помогают. Ну и с другой стороны в тканях ишемизированных накапливаются естественные вазодилататоры, это и ионный дисбаланс, калимагниедилататоры, да, это и ацидоз тканевой, который прогрессирует, и который тоже снижает чувствительность адреналин рецепторов к эндогенным катехоламинам раз, и к тем катехоламинам, наверное, адреналинам, которые мы вводим к шприцевым дозаторам, это два. Ну и медиаторы воспаления, простагландины и так далее. Это то же самое аденозин, дифосфат, мощный вазодилататор. И декомпенсация шока наступает тогда, когда мы получаем преобладание местных вазодилатирующих факторов над системными вазоконстрикторными факторами. Ну вот давайте посмотрим, ожоговый шок, как он развивается и в чем его особенности. Если у нашего пострадавшего есть значительное по площади ожоговое поражение, то у него сразу начинается перераспределение и потери объема циркулирующей плазмы. Во-первых, развивается отек. Сейчас мы посмотрим схему ожоговой раны. Видно, что объем поражения гораздо больше, чем то, что мы видим глазами на самом деле. Плазмопотеря. Плазмопотеря начинается с момента получения термической травмы и продолжается многие сутки. И это один из ключевых факторов, которые приводят к гиповолемии. Это то, что мы можем и должны компенсировать. Это нужно понимать. Соответственно, капиллярная утечка и тяжелейшая гипопротеинемия, усиление перспирационных потерь с обожженных поверхностей, тоже очень важный фактор. И он будет влиять уже не только на волемические характеристики, но будет влиять и на электролитный дисбаланс, который возникает. Все это приводит к гиповолемии, а гиповолемия приводит к генерализованному нарушению микроциркуляции. Вот если мы посмотрим вот эту часть, как бы скажем, левую сторону слайда, ну вот несколько факторов, которые воздействуют на организм и приводят к развитию гиповолемии. Ну, геморрагический шок – это тоже гиповолемия. Ну, ожоговый шок очень отличается от шока геморрагического по многим параметрам и по характеру. Потому что, ну, тяжелая травма и массивная быстрая кровопотеря, допустим, двух-трех литров крови – это сразу тяжелый геморрагический шок. Здесь не будет быстрой потери, поэтому здесь шок развивается, но он развивается постепенно, гиповолемия постепенно, но неуклонно нарастает. И у нас нет вот этого ощущения, что случилась катастрофа и, ну, простите за жигонизм, рухнуло давление у пострадавшего. Нет, это все очень потихоньку и потихоньку, это самое потихоньку компенсируется за счет вазоконстрикций. Поэтому очень долгое время, когда вы меряете обычным аппаратом короткого давления, оно у вас будет более-менее приличным, там будет 110-170. Ну, это же еще не шок. Ну, тахикардия есть, да, там индекс Солговера, да, что-то ближе к единичке, но это еще не тяжелый шок, вроде бы. На самом деле нет, потому что, в отличие, вот очень важный момент и принципиальная разница ожогового шока по сравнению его с другим вариантом гиповолемического шока, с шоком геморрагическим, с кровопотери. При кровопотере, кровопотеря, она эволюционно у нас давно присутствует в нашей жизни, как популяции, да, она эволюционно уже нам привычная, и в процессе эволюции выработаны механизмы защиты нашего организма от кровопотери от острой. И один из основных механизмов – это аутогемодилюция за счет рекрутирования части жидкости из интерстициально-водного сектора. По сути, что такое интерстициальная жидкость? Это сбалансированный пуленый раствор, который в нас есть, всегда в запасе его, там какие-нибудь 10-12 литров, ну, все 10-12 задействовать невозможно, нельзя вытянуть всю воду из интерстиции, но 2-3 литра оттуда всегда можно позаимствовать, даже больше. И вот эта компенсация, и аутогемодилюция улучшает реологические свойства крови, и меньшее количество эритроцитов, да, действительно, при кровопотере, ну, потеря на кровь, значит, эритроцитов меньше, гемоглобина меньше, кислородная емкость крови снизилась, но при этом скорость оборота каждого отдельного эритроцита может нарастать за счет улучшения реологических свойств крови, за счет снижения гематокрита и улучшения вот этого, ну, за счет гемодилюции, аутогемодилюции. И это мощнейший компенсаторный механизм, который до какого-то момента спасает, и действительно, можно третьего ЦК потерять и выжить, даже без интенсивной терапии, млекопитающий может выжить после потери одной третьего ЦК. Просто вот компенсироваться, потом где-то там водичкой восполнится. А здесь этого нет, здесь нету этого механизма, потому что здесь сразу начинается гемоконцентрация, гематокрит растет прогрессивно, неуклонно растет, реологические свойства крови ухудшаются, микроциркуляция страдает на фоне активированных механизмов вазоконстрикции. И вот здесь появляется вот та уникальная особенность ожогового шока, здесь очень хорошо проявляется, которую мы видим, которая часто приводит к ошибкам. Мы привыкли к шоку геморрагическому, мы померили давление, давление нормальное, значит шока нет. Он есть, но он есть на уровне, мы договорились, шок это генерализованная циркуляторная, острая генерализованная циркуляторная недостаточность. Так здесь она на уровне микроциркуляции доминирует. Здесь нету еще значительных системных нарушений, которые видны при мониторинге, например, артериального давления, прямом, непрямом, лучше, конечно, инвазивный прямой мониторинг. Ну и что, ну давление 110,70 артериальное. Нормальное же среднее артериальное давление вполне себе получится приличным. А микроциркуляция значительно страдает, потому что совершенно другой механизм поражения микроциркуляции на фоне гемоконцентрации, на фоне именно плазма потери. Ну и, конечно, повышение активности воспалительных медиаторов, да. Ну, вазодилитирующие эффекты они дают не сразу, они в большей степени способствуют повыше проницаем. Вот, это повышенная проницаемость сосудов и утечки, капиллярные утечки, которая, в частности, будет сопровождаться потерей белков гипоальбуминами. Итак, значительные нарушения микроциркуляции, которые опережают и доминируют над нарушениями, скажем так, макроциркуляции. Вот это характернейшая особенность именно ожогового шока. Ну и вот то, о чем мы говорим, это на слайде написано, да, это другой шок, другой по своему механизму, другой по своей подфизиологии. Поэтому нельзя оценивать тяжесть пострадавшего ожогового с критериями, с которыми мы привыкли оценивать пострадавшего травматика, у которого, ну, действительно, одним из основных подфизиологических механизмов шока будет кровопотеря. Вот джексоновская модель ожоговой раны, предложена в 1947 году, актуальна по сей день. Вот зону коагуляции мы будем видеть, это струк, да, зону стаза мы будем видеть на поверхности кожи чуть-чуть, а зону гиперемии можем вообще и проглядеть. Ну вот, вот эта зона поражения, она гораздо больше, чем то, что мы видим глазами. Вот это нужно понимать, и глубина поражения, да, мы ее тоже должны оценить, она тоже определяет тяжесть. Чем глубже поражение, тем, соответственно, тяжелее наш пострадавший. Важно следить за теплообменом, потому что, конечно же, наши покровы и кожа, слизистые, но в первую очередь кожа, это орган не только барьерный, не только защитный, это орган теплообмена. Благодаря коже мы поддерживаем нормальную температуру нашего организма, ядра нашего организма, а вы знаете, что у нас, в общем, температурный режим, мы гомеотермны, глубоко, я бы сказал, гомеотермны, у нас должно быть 37 внутри, тогда нам хорошо. Чуть ниже, чуть выше, это уже плохо. Ну и вот известное правило, да, что надо охлаждать ожоги, но согревать пациента, оно абсолютно справедливо, да. В момент получения термической травмы, ожог, ну, грубо говоря, если вы на кухне обожглись, схватившись за горячую сковородку, нужно руку сунуть под холодную воду, никаких возражений. Надо охладить вот эти вот кожные покровы, потому что тепло продолжает распространяться вглубь и продолжает повреждать наши ткани, и чем быстрее мы охладим эту поверхность, тем меньше будет глубина повреждения. Грубо говоря, если мы говорим про бытовую травму, да, то от того, насколько быстро вы сунули свой палец под холодную воду, определит, будет это ожог первой степени или второй. Ну, так вот условно говоря. Это да, то есть надо охлаждать ожог, но это самая первая помощь, которая может быть. Через час, через два этого не нужно делать, это бессмысленно, он уже и сам охладился. А вот согревать пациента надо, потому что возрастают теплопотери, да, соответственно, в первый момент он может переохладиться. Поэтому особенно это касается эвакуации, особенно это касается эвакуации, в наших условиях мы живем в холодной довольно-таки стране. И нам, мы должны понимать, что эвакуировать больного нужно в очень комфортных, теплых условиях, чтобы он не переохладился, да. Соответственно, растворы должны быть подогреты, да, соответственно, закрыт, защищены бы поверхности всякими теплоизолирующими материалами на момент эвакуации. И микроклимат в реанимации, в которой мы его будем лечить, тоже для этого пациента должен создаваться, да. Привезли хорошо, дальше ему тоже должно быть по возможности комфортно. Это с одной стороны. С другой стороны, большая площадь, глубокие ожоги, нарушается тепло, да. Может быть гипертермия. Поэтому, смотрите, неудивительно при ожоговой травме гипотермия, понятенную механизм, но это в ранние моменты. Но, опять же, да, если вы положите такого пациента в обычную комнатную температуру 20 градусов Цельсия и 50% влажность, он будет охлаждаться, у него будет озноб, у него будет это шеверинг, да, вот эта вот мышечная дрожь холодовая. Потому что мы не создали ему микроклимата и комфортных условий. А может быть гипертермия, которая связана с тем, что, опять же, да, пострадали вот под глубокие ожоги, большой струп, и нету вот этой теплоотдачи, которую кожа должна обеспечить. Весьма характерны изменения водно-электролитного баланса. Обратите внимание, да, при ожоговом шоке, первая, у нас первая стадия ожоговый шок, натрий немножко снижается, при этом калий несколько повышается. Здесь калий редко достигает каких-то критичных значений в первые 48-72 часа. Здесь практически мы не видели калия там где-нибудь 7 или 8, который потребовал бы экстракорпоральной коррекции. Но, тем не менее, может быть подъем калия, это вполне закономерно, не надо этому удивляться, мы сейчас попробуем это объяснить. При этом гипокальцимия, при этом магний в первый момент повышается, потом он тоже снижается. Снижается на стадии токсимии калий, снижается кальций, снижается магний, натрий начинает расти. Вот давайте это обсудим. Значит, вот эта табличка, она зачем нужна? Понимание ее, заметим, да, здесь не цифры, здесь просто стрелочки. Понимание вот этих механизмов нам важно для правильного выбора инфузионных сред. Нам потребуется массивная инфузионная терапия, вот эта заместительная этих патологических потерь. Мы должны ее замещать инфузионными средами, эти среды нужно правильно выбирать. А чтобы правильно выбирать состав этих сред, объем понятно. Объем сейчас тоже будет, вот Ольга Викторовна будет вам рассказать, как рассчитать объем и как состав. Но вот с точки зрения подфизиологии ожоговой травмы, мы должны понимать основные закономерности тенденции изменений электролитного баланса, чтобы воздействовать на них, скажем так, в обратную сторону. Давайте попробуем объяснить эти изменения, которые приведены в табличке. Смотрите, натрий. Да, три основных фактора, которые приводят к умеренной гипонатриемии в первый момент, в острой стадии. Это, конечно же, повышение уровня аргинин-вазопресина. Тут не надо удивляться, давайте вспомним, да, основная жалоба тяжело обожженных. Это же не боль, у них уже не болит. Вот, к сожалению, у них уже не болит, потому что у них уже погибли чувствительные рецепторы. Они не жалуются на боль, они не жалуются на жажду, их все время мучает жажда. По понятным причинам, но это механизм вазопресиновый. Это гиперпродукция вазопресина, она же активирует и питьевое поведение, и он в сознании, он с вами разговаривает, он все время про... Он ни на что не жалуется, только пить все время просит. Вот. Дальше нарушается механизм калий-натриевого насоса из-за генерализованной вот этой циркуляторной недостаточности, генерализованного энергетического голода клеток. Речь идет не только о клетках, которые повреждены, сожжены. Вот мы сейчас про калий будем говорить. Да, действительно, разрушилась клетка, из нее калий вышел. Ну, нету такого количества разрушенных клеток, чтобы действительно обеспечить значительную гиперкалиемию. Калий выходит из клеток вообще тканей, да, потому что в тканях есть энергетическая недостаточность из-за циркуляторных нарушений. Вот здесь натрий входит в клетку, калий выходит из клетки. Поэтому потери натрия — это не только потери наружу с пропотеванием плазмы, это еще и потери того натрия внеклеточного, который перешел во внутриклеточный сектор. Это типично для многих критических состояний, в частности для ожоговой болезни. Ну и не надо забывать о гипопротеиномии, потому что резкая гипопротеиномия и переход альбумина из внутрисосудистого сектора в интерстициальный будет означать нивелирование эффекта гипсодонана. А эффект гипсодонана поддерживает некоторое повышенное количество натрия в циркуляторном русле и за счет этого волюмию, кстати, поддерживает, потому что альбумин — это анион, который имеет где-то 17-18 валентностей. То есть одна молекула альбумина электростатически держит на себе, за счет механизма электронейтральности, она держит на себе где-то 17-18 ионов натрия, таким образом поддерживая и осмос, поддерживая и баланс объема циркулирующей плазмы. Калий выходит, да, это клетки разрушились и пострадал, соответственно, механизм калий-натриевый, вот этого транспорта калий-натриевый насос не работает. Про кальций мы сейчас скажем отдельно, но скажу, что для всех критических состояний, характерно гипокальциемии, опять же, да, это кальциевая АТФ-фаза перестает работать, потому что мало АТФ. Кальций не выбрасывается из клетки, он начинает преимущественно входить в клетку, клетка не способна выбрасывать из себя кальций, это очень плохой, кстати, критерий. И мы привыкли шок оценивать лактатом, да, потому что, ну, острый, так называемый, быстрый лактат-ацидоз типа А по коину Вудсу, да, это критерий гипоксии тканей. Вот критерий повреждения тканей клеток, это еще и остро возникающая гипокальциемия, это значит, что кальций пошел в клетки, жди беды. Ну, вот, наследую, ну, магний, он, как правило, движется сопряженно с колем, поэтому здесь все понятно. Вот смотрите, на следующем слайде показано, я не буду на нем долго останавливаться, долго рассуждать, презентация будет в доступе, вы сможете ее посмотреть. Вот, это немножко модифицированная схема, если вы хотите оригинал, я адресую вас к пятитомному изданию Кирилла Павловича Иванова основы энергетики организма. И вот эти кальциевые механизмы, они лучше всего изложены в третьем томе этого пятитомного руководства. Ну, по сути, это что? По сути, то, что здесь нарисовано, это, помните, Питер Сафар первым сказал, кальциевая смерть мозга, это кальциевая смерть клетки. Вхождение кальция в клетку неконтролируемое, безудержное, оно будет означать, по сути, запуск механизмов саморазрушения клетки. Поэтому гипокальциемия, кальций был один и один, но после получения какой-то травмы, например, термической, он стал вдруг 0,7-0,6 ммол на литр. И это не опасно еще аритмиями, это не опасно гипокоагуляцией, или там кровь перестанет сворачиваться, когда кальция будет 0,28-0,3. То есть, ну, кальций терпимый, хотя он тоже, его надо восполнять. Ну, более-менее, да, терпимо. Но гипокальциемия, если она развивается в результате критического состояния, это маркер, это тяжелый, это очень суровый маркер тяжелого энергетического голода клеток и повреждения, вероятного повреждения клеток. Так же, как мы говорим, что лактат, да, вот этот быстрый лактат, это маркер или критерий шока, тяжести шока. Ну, вот при сепсисе, и, кстати, сейчас есть уже новые версии, которые объясняют немножко по-другому накопление лактата и быстрое образование лактата при септическом шоке, но это мы потом поговорим, когда будем сепсис обсуждать. Теперь смотрите, да, вот стадия токсимии, да, здесь уже гиперальдостеронизм доминирует. Восстановилось кровообращение почек, почки заработали, альдостерона много, натрий и вода реабсорбируются, натрий задерживается, это свойство альдостерона. А вот тот калий, который на прошлой стадии выходил из клеток, да, мы говорили, выходил, вот он теперь с мочой уходит из организма. Поэтому формируется дефицит калия в организме, который мы обязаны будем восполнить. И может развиваться гипокалиемия, она достаточно характерна. Это где-то на третьи сутки, вот так вот, да, если мы возьмем, кстати, пострадавших с травмой, сочетанной с травматическим шоком, там то же самое будет, там на вторые-третие сутки начинает появляться вот эта гипокалиемия, которая вроде бы непонятна, на самом деле предельно понятно откуда, да, восстановилась почная функция, и на фоне высокого альдостерона калий выбрасывается с мочой, а натрий и вода задерживаются. Вот эта задержка натрия, она, конечно, может приводить к некой небольшой гипернатриемии. Что касается кальция, ну давайте также помнить, да, он уходит в клетки, мы об этом сказали, когда обсуждали предыдущий слайд, но помимо этого еще массивные трансфузии, да, у нас появляются показания для гемотрансфузии, для трансфузии эритрокон, там массы или концентрата, у нас появляются показания в ряде случаев для трансфузии свежезамороженной плазмы, это продукты цитратные, они все с цитратом натрия, который будет связывать кальций, поэтому гипокалиемия еще немножко есть и гетерогенная, она есть наведенная, это зависит от агрессивности, как бы нашей трансфузионной терапии, от того, насколько активно мы ее проводим, об этом не нужно забывать, да. Вот, ну и, конечно, кальциевая атефаза заработает тогда, когда восстановится энергетика клеток, пока она не работает, кальций все-таки заходит в клетки. Что касается магния, опять же, будем кратки, его пути, его вполне исповедимы, это те же пути, что пути у калия, там, где калий выходит из клетки, как правило, из клетки выходит с ним и магний, там, где калий заходит в клетку, вспомним калия магния аспарагина, да, там же и магний с ним вместе заходит, ну, или раствор лаборит, да, тоже калий с магнием. Обязательно это сопряженный транспорт, и потери тоже, если организм теряет магний, то в основном он его теряет с мочой на фоне какой-то умеренной, может быть, полиурии. Ну, и в стадии септика-пиемии, септика, извините, токсимии, в стадии септика-токсимии мы не можем вам назвать каких-то характерных особенностей, они будут разные. Каждый пострадавший будет по-своему индивидуален. Почему? Ну, потому что при развитии сепсиса какая органная структура пострадает, да, пострадают почки, будет там апостоматозный нефрит, будут одни нарушения, да, пострадает кишечник, вот там разовьется пара с кишки или, может быть, компартмент-синдром, что, конечно, неправильно, потому что надо с ним бороться вовремя и избегать. Поэтому характерных для вот этой стадии, для стадии септика-пиемии, характерных из электролитных изменений нет, они будут очень разные. Если мы соберем там тысячу случаев, мы увидим, что в среднем все примерно одинаково у всех, ну, а у каждого конкретно пострадавшего разные. Легкие страдают, да, легкие серьезно страдают при термическом поражении, мы об этом помним, все время на этом акцентируемся. Во-первых, это термическое поражение бронхов. Первая реакция на ожоги – это бронхоспазм. Ну, если эта ингаляция, вот эта термоингаляционная, мы говорим, и термохимическое поражение легких, потому что продукты горения не безобидны, вот, и Декор Анатольевич сегодня об этом будет подробно говорить. Это не только горячий воздух вдыхает пострадавшие, да, в очаге пожара, он еще и вдыхает и агрессивные химические вещества. Хлориды, например, хлор, да, вот хлоропласты, которые нас окружают, а тут, ну, сейчас в студии, если посмотреть, да, пластиком окружены, там, поливинилхлорид, полихлоровинил и так далее. При горении, к сожалению, эти пластики выделяют и фазген, и, собственно, хлор, как газ, и это может повреждать и слизистую, и, что важно, саму поренхему легких. Вот, и, соответственно, копоть, которая откладывается в дыхательных путях, на слизистой, она тоже добавляет компонент обструктивный, и обструктивные нарушения вначале они доминируют, а далее, ну, в зависимости от того, как все обернется, это может быть дистресс, который развивается на фоне просто токсимии, а может быть дистресс, который развивается на фоне уже, когда в стадии септика токсимии развивается ожоговый сепсис, тогда, конечно, при любом сепсисе у нас всегда высокий риск развития острого респираторного дистресс-синдрома. Как мы уже сказали, наши пострадавшие с ожоговой травмой часто требуют длительной респираторной поддержки, поэтому третья беда, которая с ними происходит, а, наверное, даже не третья, а по частоте значительно превосходящая то же самое развитие дистресс-синдрома, это вентилятор ассоциированной пневмонии. К сожалению, это бич всех наших реанимационных отделений, не всех больных, не только ожоговых, но при ожоговой травме, в ожоговой реанимации эта беда тоже к нам приходит. Гипоальбуминемия. Гипоальбуминемия может быть, вот это нормальный баланс альбумина, и, соответственно, теряться альбумин может быть либо с почками, если нарушен почечный клиренс, классический пример, это нефротический синдром, мы его иногда видим, да, это гастроинтестинальный клиренс, и здесь два момента, да, первый, насколько работает тонкий кишечник, чтобы обеспечить аминокислотами синтез альбумина в печени, и второй, не теряется ли альбумин через сам кишечник, поэтому различные проблемы с тонким кишечником тоже могут приводить к гипоальбуминемии, ну и, конечно, гиперкатаболизм, это ускоренное разрушение, это все медленные механизмы, в какой-то степени они могут присутствовать и у пострадавшего с ожоговой травмой, однако гипопротеинемия, которую мы видим уже через сутки, через двое, она, конечно, не этими механизмами обусловлена, она обусловлена перераспределением альбумина из сосудистого сектора в интерстициальный, в результате капиллярной утечки, в результате появления гигантских пор, через которые альбумин свободно, вообще альбумин и так проходит, но проходит он медленно, поэтому у нас, у здоровых людей, в плазме альбумина 40-45 грамм на литр, а в интерстиции 10-15 грамм на литр, и вот этот тот альбумин, который у меня сейчас переходит в интерстиции, он вернется в кровоток, с лимфатическим дренированием тканей, с лимфой, он вернется в кровоток, но это постепенный процесс, где-то 5% таким образом обменивается, это 5% у здорового, а у пострадавшего с термической травмой, конечно же, гораздо больше этих потерь, то есть перераспределение альбумина, ну и вот мы уже говорили, эффект с гипсодона от этого страдает, нету вот этой задержки натрия в внутрисосудистом секторе по сравнению с интерстициальным, соответственно, волемия страдает значительно, мы говорили, что ожоговый шок – это шок гиповолемический, да, вот это один из механизмов, которые приводят к гиповолемии. анемия характерная для ожоговых больных, ну казалось бы, у них нету кровопотери, но пока хирурги не начали там свои какие-то манипуляции с удалением некроэктомии, да, свои вот удаления ожоговых трупов, что, конечно, необходимо и постепенно их закрывать, да, там есть какая-то интероперационная кровопотеря, но изначально гемоглобин страдает, причем мы понимаем, первый гемоглобин повышен, это гемоконцентрация за счет потери плазмы, гемотокрит огромный, там, совершенно не удивляет тяжелый ожоговый больной, у которого гемоглобин 200 или 220 грамм на литр, это понятно, почему так, а потом начинает снижаться, начинается развиваться анемия, механизм анемии сложный, здесь есть и гемолиз, иногда довольно выраженный, иногда мы в моче видим гемоглобин, да, то есть вот такая вот, может быть, пигментное поражение почечных канальцев, на счет гемолиза внутри сосудистого, конечно, гемодилюция на фоне нашей агрессивной инфузионной терапии, она снижает гемотокрит, но мы к этому и стремимся его снизить, но здесь еще и, смотрите, да, здесь еще и есть анемия воспаления, опять же, сложный достаточно комплекс патофизиологических механизмов, которые подавляют кроветворение, ну, вот складывается впечатление, что вот это одна из основных причин, почему нашим пациентам ожоговой реанимации, которые двое-трое суток их хирурги с ними ничего не делали, явных признаков там железно-кишечного кровотечения не было, наружного кровотечения не было, да, там в полостях крови нет, куда девается кровь, а у него нарастает анемия настолько, что он требует заместительной терапии, он требует терапии компонентами донорской крови, что не соответствует, кстати, 183-й Н-приказу, потому что когда писался 183-й Н-приказ, я вот абсолютно убежден, про ожоговых пациентов вообще не думали, кстати, во многих англоязычных руководствах по трансфузиологии, вот все, что у нас в 183-м написано, ну, критерии, да, показания, когда нужно компоненты крови перевернуть, а внизу написано, except burns, потому что ожоги другие, потому что подходы трансфузиологические нужны другие, ну, как решать эту проблему, если у вас ожоговое отделение, ожоговый центр, пишите свой локальный приказ, порядок переливания компонентов крови, только так, ну, мы так, по крайней мере, подошли, мы так решили эту задачу, это такой организационный отсыл, это предыдущий доклад, предыдущей презентации должно быть, а тут смотрите, да, воспаление, системная выраженная, системная воспалительная реакция, похожий механизм у больных с сепсисом, механизм развития анемии без кровопотери, это анемия в основном связанная с подавлением кроветворения, и, ну, в принципе, можно где-то эритропоэтином воспользоваться, да, но, опять же, да, эритропоэтин-то блокируется интерферонами и интерлекинами, эритропоэтин блокируется, поэтому не всегда эффективна будет терапия эритропоэтином, можно железом препаратами вроде бы работать, да, но, опять же, да, блокируется транспорт железа, это, кстати, защитная реакция организма, в условиях воспаления и бактериальной инфекции организм ограничивает транспорт железа, Чтобы не дать это железо микробам Так получается Очень интересно И дальше вопрос А нужно ли септическому больному переливать Эритроцитарную массу И уж точно не нужно терапию препаратами железа Даже если вам кажется Что это какое-то железодефицитное состояние Вот это вот есть концепция Как обойтись без трансфузий Там и эритропоэтин, там и железо, там и витамины В12-фолиевая кислота Вот они для септических не годятся Вот эти концепции Для ожоговых тоже не работают Поэтому приходится проводить трансфузии заместительные Вот критерии Тоже интересный момент Ольга Викторовна немножко поподробнее об этом скажет Но я скажу, что критерии Системной воспалительной реакции Мы привыкли оценивать, когда ставим Проверяем У нас есть желание поставить Диагноз СЭПС, вот надо поставить СИРС Системная Синдром системной воспалительной реакции Но здесь уже есть ожоги Уже есть воспаление Безо всяких микробов Поэтому критерии здесь другие, более жесткие Но я проговаривать не буду Они на слайде приведены Если вы хотите поставить диагноз Ожогового сепсиса У пациента, у которого уже есть Системная воспалительная реакция От самой термической травмы Ну вот, соответственно Вот этими критериями вы должны Руководствоваться Здесь все строже и жестче по понятным причинам Могут ли почки пострадать? Да, могут По разным причинам В первый момент диурез снижается из-за гиповолемии И серьезных циркуляторных нарушений Это правда И аллегория у больного и ожогового С одной стороны Это одно из проявлений Острого периода Одно из симптомов, если хотите Но с другой стороны Я вам сразу скажу Выраженная аллегория Это еще и критерий того Что мы недостаточно хорошо Восполняем этого пациента по жидкости Поэтому темп диуреза Мы должны знать по часовой По крайней мере В стадии ожогового шока В первые 2-3 суток Мы должны знать по часовой диурез И это один из важнейших критериев За которые мы должны бороться И у нас должны быть целевые показатели За которые мы боремся Только так мы можем Восстановить почечную функцию Без этого не будет успеха Во всех остальных наших мероприятиях И начинаниях Может быть пигментная нефропатия Да, может Потому что гемолиз есть Это не часто Это, пожалуй, наиболее тяжелый Контингент пострадавших Ожогами У кого развивается пигментная нефропатия Но она может быть Сама по себе Системная воспалительная реакция Тоже влияет на функцию почек К сожалению Не надо забывать про лекарственную Нефротоксичность Да, это бывает Если это ожог передней брюшной стенки Надо смотреть Внутри брюшное давление Если вы видите Что развивается Обдоминальный компартмент синдром Нужно принять меру хирургической коррекции Потому что Обдоминальный компартмент синдром Это не только кишечник Это еще и почечный кровоток И эффективная Клубочковая фильтрация Которая в условиях Тяжелого компартмента Может вообще прекратиться Сам по себе Сепсис и поражение почек При сепсисе Да, может быть Не забывайте о том Что Сниженная почечная функция Может быть проявлением Гипоксической гипоксии Связанной с нарушением легких Какой-то вентиляции легких Например Прогрессирование Термоинваляционной травмы То есть Одна из причин Аллегурии И соответственно Появление азотомии Это Гипоксия Мы должны еще раз проверить Нет ли нарушений Функции внешнего дыхания И если есть хотя бы сомнения То мы должны Какую-то значит Поддержку респираторную Организовать Чтобы восстановить Нормальный газовый состав И нормальную кислородную Емкость крови Вот после этого Мы можем Говорить о том Что По крайней мере Со стороны Газообмена Наши почки Не страдают Коллеги Я вот вкратце Рассказал Сколько позволял Регламент Благодарю вас за внимание Если есть вопросы Я думаю что они есть Я с удовольствием Попробую на них ответить